Крестителю, крестов, проповедниче покаяния, кающегося не прежде меня, но закупляясь со своими небесными, молись, как владыки, замени недостойного, говнылого, немощнаги и печального, во многие беды впадшего, утруженного бурными помыслами ума моего. Азбо есть вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховного обычая, пригвожден боясь умой земным вещем. Что сотворю? Не знаю. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя. Токму тебе, святый Аня, благодати тебе заменить, и я хотят пред Господем. По Богородице вем больше быть и рожденных всех. Ты бы сподобился, если коснулись сверху Царя Христа в землющего грехи мира, агнца Божия. И, Боже, моли за грешную мою душу, да пони отныни, и в первые на десять час понесу тяготу благую и приму мзду с посредними. Ей крестить у Христов честны и притечи, крайне пророчи первой во благодати мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближней дружи Христов. Тя, молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от своего заступления, но восстави мя низверженного многими грехами. Обнови душу мою покаянием, я ко вторым крещением. Понежив обоего начальники сих крещением, умывая прародительный грех, покаянием же очищая коего ж да дело скверно. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, а мы же ничтожи скверно входим в Царствие Небесное. И мудрость Пресвятая Богородица спаси нас. И мудрость Пресвятая Богородица спаси нас. И мудрость Пресвятая Богородица спаси нас. Наших святых, правильный Бог Отец, Ахиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вчера я запамятовал сказать, чтобы сегодня освящение плодов, только вот Серафимов принесло, поэтому в субботу вечером, не забудьте, в субботу вечером приносите, осветим новые плоды. Господу помолимся. Господи помилуй. Владыка, Господи Божий наш, моя от Твоих приносите Тебе по предложению, кому же повелевый, вечный Твоих благ, воздаяние с ним дарует. И жабдовы по силе приношения благоугодного приема, прийми и ныне приносение, принесенное от рабы Твоей, всей Серафимы, в вечных Твоих сокровищах возложите с этим восподобие. Даруй ей и мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными ей. Яко благословися Твоим, я просовися, Твой отца, отца и сына, и святая Духа, ныне приисли, во веки веков. Богословися Твоим, я просовися, Твой отца и сына, и святая Духа, ныне приисли, во веки веков. Приклады здесь. А, подожди, я еще подключил. Небольшое получение из беседы святителя Ана Златоустова на слова. «Не можете служить Богу и Мамоне» Матфея, 6 глава. Помыслим и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа, сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатством и его самовластное владычество предпочитать страху Божию. Итак, что же скажет кто-нибудь? Ужели не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу, спросишь ты? Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатством. Иов был богат, но не служил Мамоне, имел богатство и обладал им. Был господин у него, а не рабом. Он пользовался им как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственно отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетель салбетом говоря, радовался ли я, что богатство мое было велико? Потому-то и когда лишился богатства, не скорбел. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань Мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконнием. И ни один из них не противится этим повелениям. Богатство это не только, когда миллионы человек имеет. Это привязано к чему-то. Почему не был на службе? Говорим, не пришел на молитву. Почему не пришел на молитву? Я картошку полол. Это привязанность. Почему не был на молитве? Я сепарировал молоко. Почему не был на молитве? Да я уехал, поехал, надо было в магазин съездить. Это привязанность к этому. Значит, человек предпочел то лучше, чем пообщаться с богом. И так не мудрство и излишне. Бог однажды навсегда сказал, что служение Богу и Мамоне не может быть в соединенном месте. А поэтому ты не говоришь, что может быть в соединенном. Когда Мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество. Когда Бог повелевает вести жизнь целомудренно, а Мамона жить блудно. Когда Мамона повелевает упиваться и пресыщаться, а Бог напротив обуздывать шрево. Когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а Мамона прилепляться к ним. Когда Мамона заставляет удивляться мраморам, стенам и крышам. А Бог все это презирать и почитать истинную мудрость. Как же ты говоришь, что служение Богу и Мамоне может быть соединено вместе. Не можете служить Богу и Мамоне. Аминь. Ради всех, Господь. Прикладывайтесь. Ради всех, Господь. Спасибо. 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 Спасибо.